Здравствуйте дорогие друзья и подписчики моего канала. В 2010 году из Южного Федерального округа выделили новый Северокавказский, столицей которого стал город Пятигорск, который при этом не является административным центром Ставрополья. Но почему в 2010 году поделили юг России и какой был смысл создавать Северокавказский федеральный округ? Об этом мы сегодня с вами и поговорим. Федеральные округа это условные территории, состоящиеся из регионов. Впервые в федеральные округа ввел президент России Владимир Путин в 2000 году, поделив страну на 7 округов. Это такие округа как Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Но в 2010 году по указу тогдашнего президента Дмитрия Медведева из Южного Федерального округа был выделен новый Северокавказский. В состав Северокавказского федерального округа вошли 7 регионов. Это Республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня и Ставропольский край. Административным центром стал город Пятигорск. Но почему же разделили юг России на два федеральных округа, спросите вы? Официального объяснения по поводу создания Северокавказского федерального власти нашей страны так и не далее. Поэтому многие эксперты выделяют несколько точек зрения. Основные среди них. Первое. Эффективность управления. Так некоторые специалисты считают, что юг России очень сложный регион. Поэтому для эффективности управления и был создан Северокавказский федеральный округ. Второе. Выгодное географическое положение. Пятигорск является центром Северного Кавказа. Сторонники этой версии считают, что это и послужило причиной создания нового федерального округа. Кстати, из-за этого и передали столичные функции не Ставрополю, а именно Пятигорску. Третье. Повышение имиджа Южного федерального округа. Обстановка на юге России в 2000-е годы после Чеченской войны была напряженной. То и дело происходили различные теракты. Буденовск, Беслан, Дагестан и так далее. Поэтому, когда в 2007 году город Сочи был избран столицей проведения зимней олимпиады 2014 года, чтобы напряженные северокавказские регионы не смущали бы зарубежных гостей, и был выделен Северокавказский федеральный округ. Ставрополье, как русскоязычный регион, выбрали в качестве управляющего региона. Вывод. На сегодняшний день федеральные округа не имеют своей правовой силы и созданы лишь для контролирования регионов нашей страны. Поэтому город Пятигорск является лишь условной столицей Северного Кавказа. Но кто знает, быть может, в будущем военные округа сольются с федеральными, а эффективность регионов нашей страны улучшится на пользу всему нашему государству. Но на этом у меня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на моем канале Мир глазами философа. До новых встреч!